КОНЕЦ Король умер, да здравствует король! Катарский план газопровода и сирийская бойня. Глобальный сценарий Большого Ближнего Востока. В Лондоне не появляться в военной форме. Это невозможно себе представить. Призыв Анжелины Джоли. Повторение иракского обмана. Кто воюет в Сирии? Достаточно вяло Запад реагирует, к сожалению, и на вот эти случаи зверств. Ну, неприемлемых ни при каких обстоятельствах. Последнее турецкое предупреждение. Кто стоит за бунтами на площади Таксим? Новая тактика мятежников. Турция продолжает оставаться членом НАТО. Турецкая армия в НАТО. Вторая по числению после американской. Верный троцкист, товарищ Обама. В программе «План Большой Ближний Восток». Запад так и не понял, что Сирия – это не Ливия. CNN США. Голливудская кинодива Анжелина Джоли в очередной раз после превентивного удаления груди из-за угрозы рака вызвала настоящий ажиотаж в средствах массовой информации. Она призвала мировых лидеров предпринять дипломатические усилия, чтобы прекратить конфликт в Сирии. «Отложите ваше разногласие. Объединитесь, чтобы остановить насилие. Жизнь миллионов людей в ваших руках», – заявила актриса. «Действительно, конфликт в Сирии перешел на новый уровень. На стороне боевиков, терпящих одно поражение за другим, сегодня сражаются наемники со всего мира, в том числе и стран Европейского Союза». «Сейчас ситуация фактически патово-тупиковая. И совершенно непонятно, мировое сообщество призывает к переговорам, а вот с кем и как договариваться – совершенно непонятно, потому что там есть некое лицо оппозиции, люди, в общем, приличные, демократически настроенные, но они не контролируют те отряды боевиков, которые, собственно, изверствуют на территории Сирии. И вот последний был случай чудовищный, с поеданием, на видео это попало, с поеданием, не помню, печени, по-моему, поверженного противника. Ну, жуть. Так что сказала сирийская оппозиция? Они сказали, а мы к ним отношения-то не имеем. Это не мы. Мы… Так тогда о чем с ними договариваться, если они вот этих остановить не могут? На встрече лидеров «Большой восьмерки» российскому президенту Владимиру Путину пришлось выдержать настоящее сражение с остальными лидерами по вопросу о Сирии. Достаточно было посмотреть на лицо британского премьера, когда он не знал, что ответить на слова Путина. Я думаю, что вы не будете отрицать того, что вряд ли стоит поддерживать людей, которые не только убивают своих врагов, но вскрывают их тела и съедают их внутренности на глазах у публики и под камеры. Вы хотите поддерживать этих людей? Вы хотите этим людям поставлять оружие? Ну, тогда это, видимо, вряд ли имеет какое-то отношение к гуманитарным ценностям, которые уже сотнями лет проповедуются и исповедуются в Европе. Во всяком случае, в России мы себе такого представить не можем. Действительно, в последнее время боевики потерпели целый ряд поражений в боях с сирийской армией. На этом фоне последние заявления США и Европейского Союза о снятии эмбарго на поставки оружия мятежникам наводят на нехорошие мысли. Похоже, Соединенные Штаты и их европейские клевреты хотят продолжить план по дестабилизации всего Ближнего Востока. Создать там хаос, чтобы в пламени всеобщей гражданской войны укрепить положение не очень твердого доллара. Ну, видимо, это уже такой общеевропейский обычай наступать на грабли, потому что совсем недавно наступили на грабли в Ливии. В каком плане? Ведь потом в Мали французские легионеры были вынуждены сражаться с теми самыми бойцами той самой Аль-Каиды, ну, условно, Аль-Каиды, которых вооружили в Ливии. И да, гибли, шли в бой. Ну, вот сейчас примерно такая же ситуация. На самом деле, действительно, совершенно непонятно, кому и как поставляется будет оружие. Почему вообще сняли эмбарго на поставки этого оружия? В общем, достаточно вяло Запад реагирует, к сожалению, и на вот эти случаи зверств, ну, неприемлемых ни при каких обстоятельствах, какая бы идеология у тебя ни была. Американцы заявили, что у них есть доказательства применения сирийской армии химического оружия. Якобы их разведка обнаружила применение Зарина, от которого погибло 150 человек, и поэтому они решили помогать мятежникам. Но давайте вспомним. Накануне вторжения в Ирак точно так же они утверждали, что у Саддама Хусейна обнаружено оружие массового уничтожения. Колин Пауэлл даже потрясал в ООН какой-то пробиркой, заявляя, что это химоружие Саддама. И что же? Сегодня даже сами американцы вынуждены признать, что все это было инсценировкой. Чтобы обработать общественное мнение, Саддама Хусейна свергли и повесили, а оружия никакого так и не нашли. На вот этой самой пресс-конференции, которую в сфере Госдепартамента посвятил решению Обаме о вооружении сирийской оппозиции, было сказано, что Россия по официальным дипломатическим каналам получила нашу информацию об использовании химического оружия Ассадом и его войсками. И далее они ждут ответа от нас, и ответ этот от России. Уже прозвучал, что Россия не сочла данные доказательства достаточными. Это очень важно, потому что это серьезное заявление. Дипломатия – это такой институт, который очень внимательно следит за словами. И я нисколько не сомневаюсь в том, что наша российская дипломатия, которая курируется, как мы знаем, напрямую президентом Путиным, а в том случае, если бы факты были неопровержимы, не взяла бы на себя риск называть эти документы сомнительными. Значит, документы действительно сомнительные. Значит, доказательств недостаточно. Король умер. Да здравствует король. Мировые СМИ почему-то почти не уделили места судьбоносному событию, произошедшему в Катаре. Недавно правящий эмир Катара шейх Хамад бин Халифа Аль-Тани сообщил об отречении от престола в пользу сына, 33-летнего шейха Тамима бин Хамад Аль-Тани. Если учесть, что новый эмир до сих пор курировал поставку помощи сирийским мятежникам, то легко предположить, что при нем активность Катара на сирийском направлении только возрастет. Об этом говорят и результаты, проведенные в Катаре конференции друзей Сирии с участием госсекретаря США. Катар сумел создать небольшую, но великолепно, нужно сказать, по арабским меркам, да и по европейским меркам, подготовленную армию, Катарская армия, это, по сути дела, такой спецназ, великолепно подготовленный, великолепно тренированный, который проявил себя в Ливии, и сбрасывать его со счетов не надо. Поэтому не случайно, что на помощь Асаду пришли не хуже подготовленные бойцы Хезбаллы. В Катаре расположена крупнейшая база ВВС США Аль-Удейт, на которой дислоцированы свыше 4 тысяч военнослужащих. Это 30% численности катарской армии. Так что, если эмир начнет дергаться не в ту сторону, не нужно даже направлять специальное подразделение для его замены на более лояльного правителя. Во всяком случае, на секретном совещании у президента США Обамы смена власти в Катаре была одобрена вместе с новой концепцией в отношении Сирии. Был также одобрен и план газопровода из Катара через Сирию в Средиземное море главный газовый проект Катара. И что это только один из элементов вот той мозаики, которая в результате привела к тому хаосу, который охватил и охватывает Ближний Восток, потому что уже большой Ближний Восток, потому что уже и в Турции очень-очень тревожно. Так сказать. И там уже своя площадь. Таксим, на которой гибнут люди и далеко не все счастливы от политики Реджепа Эрдогана. Поэтому все сложнее. Тут, безусловно, экономика замешана и интересы региональные, не только Катарские, но и Саудовская Аравия, которая хочет быть региональной сверхдержавой, региональным лидером. А, в общем, Малавитская Сирия, точнее, Сирия под контролем Малавитов и Светская Сирия, в общем, ну, с политической точки зрения мешает реализации широких планов по сверхдержавности Саудовской. Плюс к этому, судя по всему, в администрации США восторжествовала вот эта вот теория контролируемого хаоса. В это же время неожиданно вспыхивают массовые беспорядки в Турции. Тысячи молодых людей захватывают площадь в Стамбуле. Некоторые аналитики сразу же вспомнили об арабской весне площади Кахрир в Египте. Чего хотели протестующие, они и сами не смогли объяснить. Это был протест ради самого протеста. Когда-то Салтыков Чедрин Михаил Евграфович сказал о русских либералах, что они сами не знают, чего хотят. Осетрины с хреном или конституции. Наши либералы болотные тоже не знают. Осетрины с хреном или конституции. Может быть, и Стамбульское болотное руководствуются тем же незнанием, но тем же недовольством. А ведь Турция, по планам американцев, должна была стать главным противником Сирии и Башара Асада. Через турецкую границу шли основные поставки оружия боевикам. Правда, в последнее время ситуация слегка изменилась. Турция продолжает оставаться членом НАТО. Турецкая армия в НАТО вторая по численности послеамериканской и больше, чем английская, французская армия и Бундесвер вместе взятые. Турецкий флот самый сильный флот на Черном море, а при необходимости он может входить и в Средиземное море через Босфорда, Дарданеллы. И этот фактор тоже надо учитывать, но при этом о чем мало говорилось в мире, да и у нас, Эрдоган выразил пожелание, чтобы Турция стала наблюдателем в Шанхайской организации сотрудничества. Это и своеобразный антинар. Случайно или нет, но именно в этот момент и вспыхивают беспорядки на площади Таксим. протесты охватывают и другие крупные города. И везде один и тот же сценарий, какой был организован Западом в Тунисе и Египте. Опыт цветных революций не прошел бесследно, но премьер Турции Эрдоган, пользуясь поддержкой большинства населения, разогнал протестующих. Когда мы говорим «Ищи, кому выгодно», то исламская радикальная Турция на сегодня менее выгодна глобальным игрокам. С моей точки зрения Эрдоган услышал сигналы. Он не будет идти на поводу демонстрантов, он не будет договариваться, он проявит волю, он выведет на улице своих сторонников, мы это проходили и в России, когда в ответ на митинги на Волотной площади на призывной выборке в митинге в поддержку Путина вышли хорошо организованные сотни тысяч людей, которые вполне понятно голосовали за стабильность, за свое понимание того, что для России правильно, а что нет. Голосовали не в избирательных урнах, а голосовали, приходя на митинги. Так вот, Эрдоган тем не менее осознал, что будучи страной, как Истамбул, лежащий на двух берегах Босфора, лежащий на двух берегах на европейском, на азиатском, двигаться в сторону Азии или ислама стоит гораздо более аккуратно. Дело товарища Троцкого живет и побеждает. Планы Троцкого о вечной перманентной революции сегодня осуществляет верный троцкист товарищ Барак Обама. На секретном совещании в Белом доме была предложена концепция незатихающей перманентной дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке. По плану американцев война в этом регионе не должна останавливаться ни на минуту. Подтверждение этому последние события в Египте. Президент Мухаммед Мурзи за год своего правления не оправдал высокого доверия оказанного ему газдепом США. А теперь посмотрите кого поставили во главе оппозиции старого знакомого американского ставленника бывшего главу МАГАТЭ Аль-Бородея как говорится не мытьем таккатанием. Для того чтобы такая большая страна как Соединенные Штаты такое большое полу государственное образование как Евросоюз в меньшей степени думал о внутренних проблемах и в большей степени размышлял о внешних угрозах нужно чтобы эта угроза присутствует. Соединенные Штаты на длинной дистанции рискуют столкнуться с теми угрозами с которыми сегодня уже столкнулась Западная Европа. Я имею ввиду то что было в Стокгольме то что было в Лондоне когда это себе трудно представить чтобы официальные власти Уайт Холл рекомендуала своим военнослужащим в Лондоне не появляться в военной форме. Это невозможно себе представить. В том стабильности в этом регионе остался Иран. Именно на Иран направлены все действия США и война в Сирии лишь пролог к иранской кампании. Это хорошо понимает и новый президент Ирана Хасан Раухани. Иранские команды совместно с воинами Хизбаллы оказывают помощь законному правительству Сирии. Но то что стратегически Хизбалла осознает Сирию в том виде в каком она была как своего стратегического союзника которому надо помочь это безусловно так. Битва за город Кусейр интересна не столько своими масштабами и стратегической важностью сколько первым в истории прямым столкновением двух мощных радикально исламистских организаций Хизбаллы и Аль-Каиды. Есть средства массовой информации принадлежащие непосредственно Хизбалле в частности телеканал Монар и там передавалось что Асаду помогают отряды Хизбаллы там есть погибшие они публикуют списки погибших и надо сказать что сейчас по некоторым признакам Асаду удалось переломить ситуацию и это во многом благодаря я думаю помощи Хизбаллы потому что это такие бойцы закаленные опытные умеющие вести как раз ту партизанскую войну которую ведут боевики повстанцы сирийские Чем ближе первое августа срок начала поставок оружия сирийским повстанцам тем напряженнее становится ситуация вокруг Сирии по некоторым данным ЦРУ уже начала поставлять легкие ракеты и амуницию мятежникам российская позиция по Сирии остается неизменной народ сам должен выбирать свою судьбу предложенные России переговоры в Женеве пока откладываются и не по вине Башара Асада так называемая сирийская оппозиция все время отказывается сесть за стол переговоров Россия хорошо усвоила уроки Ливии и допустить повторение ливийского сценария свержения и убийства Асада вслед за Каддафи не намерено поставки наших С-300 могут резко изменить обстановку администрация Обамы прекратила говорить о необходимости ухода Башара Асада как обязательного условия восстановления мира в Сирии еще год назад Обама делал об этом прямые заявления сегодня таких заявлений от него мы уже не слышим тем более не слышим от госсекретаря Керри что ждет Сирию в ближайшее время запустив реализацию геополитического плана большого ближнего востока американские неоконсерваторы не хотят останавливаться на пути свержения ближневосточных светских режимов изменение государственных границ Турции и Сирии создание независимого Курдистана вот лишь некоторые положения секретного плана они пытаются разжечь конфликт между суннитами и шиитами чтобы разделить регион по религиозному принципу доступ к нефти значительно упростится когда народы региона будут воевать между собой наземной операции очевидно не будет ни американской ни европейской эта вещь невозможная будет бесполетная зона будут поставки судя по всему легкой бронетехники противотанкового вооружения и противовоздушного вооружения и возможно стоит думать в том числе о решении страны мы почему-то никогда об этом не говорим а на самом деле по факту страна уже не едина дробление дальше это вопрос победная война до последнего сирийца Катар и Саудовская Аравия дают деньги на поддержку мятежников причем им ставится задача максимально разрушить инфраструктуру страны Катар надеется после победы реализовать свой план прокладки газопровода а американцы как стало известно создали даже специальное управление реконструкции и стабилизации это управление работает в тесном сотрудничестве с советом по национальной разведке самое интересное что в списках стран где необходимо воссоздать инфраструктуру фигурирует и Сирия где еще не произошло ничего экстраординарного ни цунами ни землетрясения ни разрушительной гражданской войны США намеренно провоцируют конфликты чтобы потом провести комплексную операцию и начать восстановление на выгодных для себя условиях а что будет с мирными гражданами их мало волнует резня обязательно будет в том случае если Ассет уйдет если миротворцы отрежут иранскую границу то значит вот этот весь сброд а не только убежденные борцы за демократию по-арабски которые сейчас воюют собранные в том числе по Европе из тех неассимулированных условно говоря и культурно неинтегрированных потомков мигрантов арабских которые присутствуют весь этот сброд будет резать грабить и убивать это они умеют делать хорошо это они показали и в Лондоне и в Париже и в Хомсе и в Алеппо совместно с американскими военными советниками разработан оперативный план проведения военных операций против Сирии ни у кого не должно быть сомнения что в случае нападения на Сирию Советский Союз руководствуясь целями и принципами устава ООН и интересами своей безопасности примет все необходимые меры к тому чтобы оказать помощь жертве агрессии заявление ТАСС 18 ноября 1958 года